Здравствуйте! Сегодня час пик для академика Никиты Николаевича Моисеева. Добрый вечер. Здравствуйте. Никита Николаевич Моисеев. Ученый с мировым именем. Действительный член Российской Академии Наук. Родился в 17-м году в Москве. Закончил механико-математический факультет МГУ и военно-воздушную инженерную академию имени Жуковского. Прошел всю Великую Отечественную войну. Первым рассчитал последствия ядерной войны и ввел в бехот термин «ядерная зима». За разработку теоретических основ динамики жидкостной ракеты стал урядом государственной премии. Занимается проблемами экологии. Возглавляет Российское отделение Международного Зеленого Креста. Никита Николаевич в этот день, 9 лет назад, 26 апреля, произошла Чернобыльская катастрофа. Тогда ее называли всего лишь аварией. Но сейчас, мне кажется, никто не знает окончательных результатов этой катастрофы и всего масштаба произошедшего. Многие считают, что нам нужно отказаться от ядерной энергетики вообще. Ваше мнение? Ну, я не являюсь специалистом по реакторам, не являюсь ученым-отомщиком, но в одном я абсолютно убежден, что человечество без ядерной энергии выжить не сможет. Значит, проблема заключается не в том, чтобы отказаться от ядерной энергии, а в том, что ядерную энергетику сделать безопасной. Это есть проблема-проблем. Но ее должны... Но лучше, конечно, этот вопрос, как это сделать, ответить профессионалам. Я бы здесь не рискнул. Вы общаетесь с профессионалами, у вас богатый экологический опыт. Вы исследовали большой массив экологической информации. Вы рассчитали ядерную зиму. Считаете ли вы, что Россия сейчас в том состоянии, когда это возможно, когда она может позволить себе иметь ядерную энергетику? Я еще раз хочу сказать, я не вижу альтернативы ядерной энергетике. А Россия, страна, которая сделала первую ядерную электростанцию, не может остаться в стороне от этого общего мирового движения. Движение, имеющее свою целью, поставить на службу цивилизации атом, но не страшный всеразрушающий атом, а энергию атома, без которой в ближайшие десятилетия человечество выжить не сможет. То есть, вы считаете, что для нас вполне подходит французский путь, где 55% электроэнергии вырабатывается на атомных станциях, или у России, как всегда, будет свой? Я бы был осторожен. Во-первых, каждая страна имеет свой путь. У нас почему-то очень любят заниматься копированием и говорить о том, что вот плохо иметь собственный путь. Каждая страна имеет собственный путь. И надо просто думать, как наиболее эффективно использовать то, что завоевано миром. А мы занимаем очень удобную позицию моста между двумя океанами, между двумя цивилизациями Атлантической и Тихоокеанской. И, может быть, больше, чем любая другая страна, иметь возможность, опыт использовать той и другой цивилизации и адаптировать ее к нашей русской цивилизации. Спасибо большое. Игра сейчас мы поговорим о России и не только о ядерной энергетике. В продолжение нашего разговора я хотел бы привести одну цитату. Более половины жителей страны дышит воздухом, в котором вредных веществ в 5-10 раз больше предельно допустимых концентраций. Почти каждый второй россиянин пьет воду, несоответствующую гигиеническим требованиям. Растет число аварий и катастроф с тяжелыми экологическими последствиями. Россия превращается в свалку отходов западных стран. Резко снижается уровень продолжительности жизни. Падает рождаемость. Растет смертность. Специалисты считают, что если не будут приняты экстренные меры, то в России уже в начале следующего века не останется здоровых людей. Из обращения Общероссийского организационного комитета Дней защиты от экологической опасности. 6 апреля 1995 года. Экстренные меры, чтобы спасти природу, а с ней и человека. Какие это могут быть меры в России? Вот вы знаете, я от природы консерватор и оппортунист. Я считаю, что всякие революции опасны. И опыт людей показывает, что ни одна революция не достигала тех целей, которые она себе ставила. То есть вы против экстренных мер, а за долгие... Я прежде всего за разум человеческий, который должен подсказать, за коллективный разум, который должен подсказать наиболее разумные решения. В таком случае, что нам диктуется разум? Самое главное – это образование. Только по-настоящему интеллигентное общество способно построить ту цивилизацию, которая будет под силу справиться с экологическими трудностями. Я не хотел бы быть оракулом. Но я знаю, что прежде всего нужны знания. И вот я уже десятый год нахожусь в отставке формальной. И последние все годы я занимаюсь именно проблемами экологического образования, которые должны стать основой той культуры жизни, которая необходима людям. Ну вот мы говорим о знании, известно, знание и силы, так сказать, пока мы как бы ходим вокруг этого. Но если самое главное, что нужно сейчас сделать в сфере экологического образования? Если загнуть пальцем, может быть, что? Нужно прежде, первое, надо, чтобы у нас к власти приходили не только... Приходили такие политики, которые понимают, что такое энвероментальные проблемы, в чём состоит необходимость, в чём состоят действия, необходимые для того, чтобы человечество и окружающая среда жили в гармонии. Такие люди должны прийти. Без них ничего сделать нельзя. Второе. То, что мы начинаем уже сейчас делать с помощью общественных пока организаций, Зелёного Креста, ЮНЕПа, вот сейчас организованный экологический и гуманитарный университет, мы стараемся прежде всего найти способы обучения всех поколений от детского сада до пожилых людей некоторым общим принципам. Возможность цивилизации, которая возникла 10 тысяч лет тому назад, когда было изобретено земледелие и скотоводство, себя исчерпала. Сегодня нужен другой подход к природе. Какой? 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 Ответ на этот счёт очень общеизвестен. Человек должен себя чувствовать частью природы и ценить природу так же, как он ценит дом и собственную семью. И я не хотел бы говорить, что я знаю ответ. И всякий человек, который вам скажет, он в чём-то будет врать. То, что вы должны делать, это совместными усилиями искать. Вот я предлагаю искать. Спасибо большое. Пока мы ищем, жизнь идёт своим чередом. И сейчас мы вновь возвращаемся к России. Одна цитата. Мы бесконечно слабеем и начинаем напоминать собаку на сене. Ибо под нами несметные сокровища разнообразных ресурсов, столь нужных всем. Это и залежи ископаемых, и бескрайние малозаселённые территории. У нас всё это могут легко отнять, даже без полохов ядерных ударов. Если мы сегодня, по-хозяйски, не распорядимся своим будущим. Никита Моисеев из работы «Современный антропогенез и цивилизационные разломы». 1994 год. Вы мастер прогнозов. Что ждёт Россию, если всё останется в сфере экологии так, как сейчас? Если сохранится нынешняя траектория экологического развития России? Что нас ждёт через 10, 15, 50 лет? Вы знаете, самое забавное в вашем вопросе, это то, что сейчас экологические условия в России улучшаются. Потому что падает производство, падает активность людей. И воздействия на окружающую природу мы оказываем всё меньше и меньше. Но это в данный момент наша беда. Не в этом выход из положения. Россия должна возродиться. Но на новой технологической основе. Я хочу всегда вспомнить, как Тайвань, нищая страна, вдруг превратилась в одну из самых современных стран. Они даже в самое тяжёлое время на образование тратили львиную долю бюджета. Вот что... Так ли сейчас в России? В России нет. В России наука... Ну, я не хочу. Это то, что я вижу. Это позор. Понимаете, вот есть феномен. Я называю феноменом России то, что случилось не во время Отечественной войны, а то, что случилось после неё. Как за 10 лет мы сумели сделаться второй державой мира в области науки и техники. Почему? Потому что были созданы условия передачи эстафеты. А вот моё поколение, некому мне, нам, моему поколению некому передавать эстафету. Вот в чём трудность. Знаешь, прежде всего, те, кто должны думать о стране, должны понимать это. Если не создадут сегодня возможности передачи эстафеты молодёжи, то завтра ни страны не будет, ни тех, кто принимает решения, не будет. И тут дело не только в деньгах. Думайте, в 45-м, в 47-м году, в начале 50-х годов, когда я снял погоны и начал заниматься наукой, мы жили богато? Нет. Мы жили чрезвычайно бедно, но был престиж науки. Я знал, что тот факт, что я занимаюсь интересными, сложными техническими проблемами, давал мне ощущение самоценности. Я уважал себя. Прежде всего, нужно учиться уважать, народ должен научиться уважать себя. А это можно делать только действиями. А действия должны быть организованы. Вот мы говорим о русском характере, о своём особом пути. Да, особенно заключается русского человека в том, что нам недостаточно этой американской мечты, садика с полисадничком перед домом. Нам нужно видеть немножко завтра. Ведь не случайно был придуман план Гоэлро, который заставил всё русское инженерство, которое было настроено против большевиков, работать как следует. Значит, нам нужны какие-то общие планы, общие перспективы. Да, пусть мы сегодня ещё не имеем средств их реализовывать. Но давайте о них думать. Давайте показывать, что мы есть народ, способный думать о собственном будущем. Что у нас есть мускулы. То есть, вы считаете, что сейчас не сформулированы даже общие планы развития России, включая экологическое развитие? Мы сегодня говорим о реформах. А зачем нужны реформы? Кто-нибудь ответил на этот вопрос? Было бы у нас больше времени, я ответил бы на этот вопрос. Спасибо большое. И нас ждут ещё телефонные звонки. Пожалуйста, первый звонок. Добрый день. Вот вы говорите о том, что мир должен выработать единую программу. Но ведь такие программы уже существуют. Например, в Японии планы взрождения Земли и новая Земля 21 век. Может быть, проще всем нелающим присоединиться к этим программам? Спасибо. То, что мы просто присоединились к уже имеющейся программе? Видите ли, когда-то наши далёкие предки, Киевская Русь, сумела воспользоваться своим геополитическим положением. Путь из варяг к греки был единственный путь, соединяющий Европу с Ближним Востоком после завоевания мусульман. И наши предки сумели этим воспользоваться, взяв от одних хорошее оружие, от других хорошую культуру и религию, и получилось первоклассное средневековое государство. То есть сейчас. Средневековое государство. Нет, я говорю, то есть сейчас. А сейчас путь из англичан в китайцы или из англичан в японцы идёт через Россию. Упустить возможность, которую имеет нация двух океанов, нельзя. Что нужно сделать, чтобы не упустить эту возможность? А прежде всего, собрать хорошие мозги. Прежде всего, об этом подумать. Потратить очень немного денег, потому что мы знаем тех людей, которые готовы участвовать в такой работе. И выложить некий проект, демонстрирующий возможности страны. В чём смысл этого проекта? А смысл такой, что если, скажем, мы сумеем вернуть, использовать наш атомный флот для того, чтобы плавать по северному морскому пути, то этот путь будет в 1,6 раза дешевле, чем любой другой морской путь, соединяющий страны Тихоокеанского региона и Атлантического. Одновременно возникнет инфраструктура, которая позволит добраться до тех богатств, которые пока лежат нетронутыми. Если мы используем железнодорожный путь, мы сделаем тоже колоссально много для нас. Но самое главное не в этом. Самое главное, что появление такой системы нам позволит воспользоваться теми достижениями, которые есть и на Востоке, и на Западе. О, вот вы были членом президентского совета. А как вы думаете, кто придёт к власти на предстоящих выборах и вообще состоятся они? Ну, во-первых, я не знаю, являлись ли я сейчас членом президентского совета. Когда у меня кончился пропуск, то я его сдал в Кремль с новыми фотографиями, и так обратно я его не получил. Давно это было? Это было в 43-м, в 93-м году. Это первое. Значит, я отвечаю не как членом президентского совета, а как гражданин. Хотя уведомления о том, что я перестал быть членом президентского совета, я не имею. Кто победит на выборах? Вот вопрос, на который уж я ответить никак не могу. Разум победит? На нынешнем этапе нет. Спасибо большое. Сегодня час пик был для академика Никиты Николаевича Моисеева. Никита Николаевич считает, что разум на нынешнем этапе пока не победит. Будем надеяться на будущее. Что я ошибаюсь. Будем надеяться, что вы ошибаетесь. И завтра час пик будет вести Сергей Шатунов, и гостем у него будет Валерий Зубов, глава администрации Красноярского края. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok